Добрый день! Я священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Сегодня поступил вопрос о том, как соблюдать пост, если нет постной еды в наличии. Сразу же вспоминаются слова пророка Исаии, которые читаются перед днями Великого Поста. «И днем угодным Господу. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо, разделись голодным хлеб твой из китающихся бедных, веди в дом. «Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопиешь, и Он скажет, вот я». Одной из важных проблем сегодняшнего отношения к посту является зацикленность наша на гастрономической составляющей поста. Что есть в тот или иной день, как питаться в те или иные дни. Нужно обратить внимание, что устав православной церкви дает нам сегодня именно монашеское правило для многодневных постов, а также для постов в среды и пятницы. И в сегодняшних календарях, которые издаются в русской православной церкви, очень часто правильно пишется «монастырский устав», а дальше написано «что ставится на стол». Однако история церкви знает очень много различных форм поста, даже длительности тех или иных постов. Великий пост, да, являлся достаточно законсервированным, хотя тоже его границы двигались с течением времени. Он просто раньше всех сформировался как четыридесятница. Далее нужно сказать, что еще в апостольский период для христиан были выделены дни среды и пятницы для того, чтобы они постились. Хотя выбор этих дней был не связан, как сегодня, с памятью креста и распятия. Но лишь исполнял слова Христа о том, что если праведность наша не будет больше праведности книжников и фарисеев, то мы не войдем в Царство Божие. И так как они постились в неделю два раза, так и христиане стали поститься тоже два раза. Однако нужно обратить внимание на то, что Господь ищет в нас поста несколько иного. Первохристианская литература, например, один из ее памятников, пастырь Ерма, говорит о том, что пост для христианина – это лишняя возможность помогать бедным творить милостыню. И это действительно так. Пища, которую мы покупаем или покупали первые христиане на рынке, если она была растительная, если она была постная, то она обычно стоила гораздо дешевле. И эту разницу между питанием непостным и постным можно было употребить на дела благотворительности. Сегодня, если у нас с вами нету в холодильнике постной пищи, если вообще мы поставлены в те условия, когда мы не можем сохранить пост в том виде, в котором он представлен перед нами в календарях или каких-нибудь правилах, нам необходимо, по слову святителя Игнатия Бринчанинова, выработать для себя определенную меру поста. Она не должна быть слишком сильной, слишком тяжкой, и она, конечно, должна сопровождаться молитвой и покаянием. Святитель Игнатий Бринчанинов также говорит о том, что физический пост без предварительного стяжания смирения и покаяния не угоден Богу и вреден для души. На это стоит обратить внимание.